Трактор беспредельщик Трактор беспредельщик Трактор беспредельщик Трактор беспредельщик Ну что ты, тетя Мотя, поехали! Только не говори, что ты не сюда заехала. Ну неужели, а? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Убийца полетел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 16-метровый прицеп у Весты. Камазик прет. Идем на обгон. Не обратил я внимания. Не в мешание там случайно за рулем. Едем мы на Воронеж по М4. Движение свободное, хотя и пятница. До места выгрузки нам осталось 73 километра. Через 3 километра дорожная работа. Ограничение 80. И двигаемся дальше. ДТС-4503. Ребята, в каждой области ценник на топливо разный. Вот если даже говорить о том, что заправка Роснефть это одна сеть. Роснефть одна сеть, но в каждой области свой ценник. Самая дешевая заправка, где я видел Роснефть, это Балабаново. Там 42.90 стоит дизель. Так, он 43.60, 44, 45 и выше. Это про Роснефть я говорю. Не говорю о других заправках, потому что там коллега мой едет. Прошуршал. Селси в канале, Камазик. Говори. Куда путь держишь? Откуда едешь? С Краснодара, Адыгея. С та стороны. Понятно. Как там дорожка в сторону Лосево? Там что, закрыто, нет? Все, пропал он, короче. Ребята, на рекламных счетах, на электронных написано. Пятница, суббота, воскресенье проезд через Лосево с 8 утра до 10 вечера закрыт. Это пятница, суббота, воскресенье. Значит, что, в будни получается проезд открыт для грузовиков? Что-то как-то непонятно. Говорили, что закрывают вообще. Днем ездить на грузовиках нельзя. Что-то непонятно. Ладно, разберемся. Впереди надвисают тучки. Наверное, сейчас приеду в Воронеж на выгрузку и дождик ливанет. Ну, посмотрим. Поехали. Трудяга КамАЗ. Итак, подъезжаем к очередной платке. И будем мы проходить. Сейчас посмотрим. Так, на Тапасе, на транспордере очередь. Пойдем. Где нет очередей. Куда вот он летит, чародей. Пролетел. Этот возвращается заодно, он сдает. Но мы пойдем сюда, наверное. Мы идем по транспордеру. Но пойдем, где... За наличку можно. Так, едем, где наличные. Должен автоматически открыться и пройти должны так. Ну, по идее, везде так открывается. Но есть места, где приходится отдавать транспордер, чтобы открыл. Шлагбаум, оператор. Ручную открыл. Посмотрим. Вот открылся, где автоматически. Никаких очередей, никаких оплат. Записались деньги с транспордера. И проехали под шлагбаум, где наличкой надо платить. То есть, так тоже можно. Все, поехали. Чуть-чуть нам осталось до выгрузки. Буквально 40 километров. И мы будем на месте. Так вот, мордовская интеллигенция перестроилась влево. На подъеме ехать не едет. И придется нам тянуться за ним. Сейчас будет двойной обгон. Нет, он за ним будет, он разогнался. Я разогнался до 90, все, тоже. Нет, идем потихонечку обгоняем его. Дентро, фирма. Как-то вот так вот. Сдраиваемся. Чтобы не занимательный ряд. Сзади, в принципе, никого нет. Так что можно было бы и по левому ряду ехать. Движение вообще свободно в сторону югов. Не знаю почему. Хотя сегодня пятница. Сами видите, дороги свободны. Камазик всю малину нам изгадил. Стелла была в Воронежской области. И под Стеллой по обочине ехал Камаз. Так ладно, едем дальше. Ребята, война войной. Обед по расписанию. Бортовой, значит, 217-й. Доехал пообедать. Время 12 часов. Воронежская область. В сторону Москвы. Ладно. Будет смотреть. Привет тебе. Передаю. Привет. Привет. Наконец-то я его обогнал. Должна. Продолжение следует... 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 Так, и вот одиночка стоит, это меня ждет, сейчас будем перегружать в нее. Ну и куда ты летишь, черт, неблагодарный. Чтобы залечивать им меня, моя любовь лежала в сеть, тихо-тихо и не отпускала. Моя любовь возвращала в детство, доела все, чего мне хватало. Моя любовь эта так красива, моя любовь этих так красива, моя любовь душная светила, моя любовь эта так красива. Моя любовь эта так красива, моя любовь этих так красива. Все, поехали. Так, друзья, вот отсюда мы на 90 градусов, подъехали под выгрузку. Стали четко, будем вооружаться. Подъезжать не надо, чтобы кара здесь могла подъехать. Ребята вручную будут выгружать, надо ремни отстегнуть. Все, так стоим четко, параллельно воротам. Близко подъезжать не надо, чтобы кара могла совершать маневры. Итак, ребята, ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и до скорых встреч. До встречи. До новых встреч. Продолжение следует...